Добрый день, ребята! Сегодня я расскажу тебе три способа, как скачать обновление 2.6 и, используя один способ, ты можешь скачать обнову в мобильном пабге прямо сегодня. Перед началом ролика огромнейшее спасибо за 362 тысячи подписчиков на канале. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, прожимайте лайки. Ну и погнали, я расскажу вам немного об обнове. Во-первых, я зашел на бета-версию и заметил то, что добавили нам еще один режим. У нас был вот такой с динозаврами, теперь добавили еще у нас динозавр, сосуществование с динозаврами. Вот чем они отличаются, я пока не пойму. Давай затестим сначала вот этот режим, а потом затестим первый. Закинуло в катку, но я не понимаю различия между режимами. Там написано, что мы можем кататься на динозаврах, здесь написано, что мы можем сосуществовать с динозаврами. В смысле? Не понимаю. Типа тут динозавры на нас не будут нападать или что? Ага, это поселение, ну давайте упадем сюда. Если кто-то знает, напишите пожи в комментах, я просто из-за того, что играл в Метро Рояль, от классики чуть-чуть отошел. Ненадолго. Буквально на пару дней. Но вот сейчас, пока у нас есть информация по обнове, решил вернуться в классику, потому что, как вы знаете, сейчас в Метро Рояль режим закрыли. Дай, думаю, зайду, посмотрю, что тут на бетке, а тут уже два режима. Какая между ними разница? Я вижу, что вот здесь поменялся опять в поселении динозавров иконка поменялась. Терекс также остался, все, в принципе, также и осталось. Ну? Просто если с ними сосуществовать, как пишется, то они, значит, не должны нападать. Правильно? Здорово, динозавры. Они просто, типа, их можно будет как-то приручить, ненокая. Слушай, ну пока не нападают. Пока не нападают. Пока... Ага, ну скорее всего. А погнали к этому. То есть, скорее всего, его можно просто развалить. Он не агрессивный. Теперь у нас, получается, будет три режима на выбор. Два с динозаврами и один классический. Это опять так же, как в Метро Рояль, получается. В Метро Рояль там тоже есть режим, где боты на тебя не агриться. То есть, вот, в принципе, это бот, который не агриться. По идее, я боюсь подходить. Ну, смотри, не нападает. Нападает. Тогда я вообще ни хера не понимаю. Может, просто близко к нему нельзя подходить. Вот здесь нападает. Нападает. Но, ребят, есть догадка о том, что я действительно просто прям в наглую, прям нереально близко к нему подошел. Если б я так близко не подошел, он бы не нападал. Давайте развалим. Э, урон не проходит. Приручить можно? Да, можно. А вот этого можно приручить. А, перезарядочка. Ребят, на эмуляторе, потому что у меня нет андроид-устройства, а на iOS-устройство бетки нет, к сожалению. Поэтому показываю вам на эмуляторе. Так, ну, этому поплохело. Видите, лут теперь с них падает. Не только приручить можно, но и лут. А с этими что можно сделать? Все так же, покормить. Мясо добавится на столб или не? На пенек. Да, мясо есть. А ну, а погладить? Я просто делал прошлые видосы, и можно было гладить. Сейчас нельзя погладить. Сейчас нельзя погладить, почему? Странно. А тогда можно было погладить? Вот, лайк получил от него. Тогда можно было погладить, и этот маленький динозаврик бежал за тобой. А, сейчас с них лут падает. Ничего себе. Да ладно, поменялось все. Ой-ой-ой-ой. Добавили разрабчики нового. Так, а ну давайте попытаемся. Вон, смотри, еще один. Вот, вот так пробежать. А пойдет на нас или не? Подальше пробежим. Раптор. Вот, бегу, бегу, бегу. Он уже за мной бежит или не? Просто не могу повернуть камеру по-другому. Не, ну смотри, здесь не напал. Здесь не напал. Не могу точно сказать. Вау, какая красивая вода! Ничего себе! Так, ладно, ребят, с этим режимом, я думаю, давайте заканчивать. Пойдем посмотрим еще, что будет, если мы подойдем вот так к раптору и к этому птеродактилю в первом режиме. Нападут они или нет? Идем сюда. Выбираем этот. А, все, я понял. Дина Граунд. Это оружейный фронт. Все, здесь просто добавлены скиллы. Всеми нами любимые. Кукла. Ну погнали, зайдем в катку. И по ходу катки, чтобы хотя бы что-то происходило на экране, я буду рассказывать вам, как же скачать обнову. Хочу чекнуть еще Терекса, как изменили разрабы. И пока бегу, ребятки, расскажу вам. Я каждую обнову, в принципе, снимаю эти видосы, когда выходит у нас обновление. И первый способ, как ее скачать, уже сегодня, в моем Телеграм-канале. Ссылочка на который в описании. Все, что нужно сделать, перейти. Там будет описание, как что скачать. Но, хочу сказать сразу, ребят, вот этот способ скачивания обновы с Телеграм-каналов, он самый небезопасный. Да, бан не прилетит. Есть вероятность очень маленькая, но все же, вы не сможете поиграть со своими друзьями, с теми, кто еще не обновился. Поэтому, если вам нужно просто зайти и посмотреть на обнову уже в глобале, в принципе, можешь перейти и скачать обнову там. К вечеру, я думаю, она уже будет у меня в Телеграм-канале, так точно. Это самый небезопасный способ, ребятки. Это самый небезопасный. И я же повторюсь, в принципе, не стоит этого делать, потому что поиграть с тиммейтами, которые не обновились, ты все равно не сможешь. Второй способ, самый лучший способ, как скачать обновление, это дождаться его выхода в App Store, либо же Play Market. Самый безопасный способ, потому что это официально. И третий способ, если у вас уже прошло там несколько дней после выхода обновы, обнова есть у всех, а у тебя еще нет, то ты можешь зайти на сайт, официальный сайт pubgmobile.com и там уже скачать обновления, которые выкатят разрабы. Это третий способ. Каким способом воспользоваться, решать только вам. Я никого не заставляю качать тем или иным способом, но все-таки я, лично я, я буду ждать, пока обнова появится у меня в App Store, потому что я играю на iOS устройствах. Естественно, у вас в связи с этим выплывает вопрос, а когда же все-таки ожидать обнову, когда же выйдет обновление? Ребят, я вам так скажу, что по предварительным данным, тем, что постили разрабы, глобальное обновление начнется с 17-го числа, потому что 16-го числа на Вьетнаме только начнет выходить обновление, 17-го числа частично в разных уголках мира, а уже 18-го числа обновление выйдет у всех, абсолютно у всех, включая владельцев iOS устройств. Но, естественно, скачать обновление раньше всех вы можете у меня в телеграм-канале. Но это только на Android устройство, это только на Android. Если у тебя iOS, как и у меня, мы ждем 18-е число и только потом сможем скачать обновление. А что тут происходит? Слушай, такого раньше не было. Такого раньше не было. О, так он сам уже выходит? Даже не надо разваливать? Да ладно, раньше шарики были, по которым нужно стрелять, и он только тогда выходил. Не ори! Иди сюда, я тебя оседлаю. Можно же? Можно управлять. О, хорош. А ну, сделай красиво. Ну, а это сильно, конечно. А урона много будет наносить? Сулдаун 30 секунд и 10 секунд. Ну, это долго, это долго. Слушай, это так долговато. Да, друзья, напишите, чего больше всего ждете в обновлении динозавров, я не знаю, оптимизацию, возможно. Возможно, кто-то ждет метро-рояль. Да, почему нет? Так же, как и я. Жду метроху. Погоди, а тачка же должна взрываться, мне писали. Алло, а ну. А, да, дымит. Смотри. Два раза нужно наступить. Ничего себе. Вот это, конечно, имба. Вот это имба стал. А по поводу всех нововведений, которые есть у нас в обновлении 2.6. О, моцик сходу. Я снял уже кучу видосов, ребятки. И топ-10 обновлений. Все, что есть. Все фишечки есть уже на канале. Обязательно пересматривайте видосы. Здесь я не хочу повторяться по сто раз. Хочу просто вот за Т-рекса понаступать на транспорт. И это выглядит, кстати, очень годно. Крутяк. Да, ребят, по поводу обновы, если остались еще какие-то вопросы, задавайте их либо же в комментариях, либо же в телеграм-канале. Опять-таки ссылка на которые в описании. У меня, в принципе, на этом все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видосах, либо же в телеге. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok